В Ульяновске Катастрофе, впрочем, исполнилось уже полвека. Тогда, в 70-х годах, горел железнодорожный состав с нефтепродуктами. Для ликвидации утечки из цистерн построили очистные сооружения и нефтеловушки. И все бы ничего, но в нулевые курирующая их организация обанкротилась. И заниматься проблемой стало некому. Если мы рассматриваем загрязнение, оно не имеет места в одном ручье. Оно имеет большое направление, которое движется вниз и, соответственно, потом через ручье попадает в Волгу. Ликвидация последствий того далекого загрязнения продолжилась 6 октября благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги». Работы продлятся до конца будущего года. Работа в настоящее время заключается в исключении из ручьев валежника, опавших деревьев, сучьев. Также началось предварительное извлечение грунта загрязненного из ручьев при помощи ночного труда и лопаты. Позже в расчистку включится техника. Грунту надо промерзнуть, дабы машины не увязали в заболоченной почве. В Министерстве природы заявляют, что любимый горожанами сахарный родник на территории парка не пострадал. Он находится правее источника загрязнения. Правда, никогда не знаешь, куда кривая подземных вод выведет. Вячеслав Новожилов, Максим Архипов, репортер 73.